ну я отдыхаю тут с вами как бы заряжаюсь энергией я понимаю что как важно мне работать я радиоинженер я делаю радиоэлектронные блоки работаю с военными нашими вот смотри я на фронте был я обещал вот видишь вот я обещал тебе фотку показать видишь это поселок пески это я а что то что то что то делаешь я делаю системы дистанционного управления оружием чтобы наши военные не а вот эти вот вот эти летают которые не твоими руками сделаны ну что-то к чему-то имею отношения но вообще я коптерами не за его то что летает ну буквально дня четыре назад мальчика убили да это в ваши сделали да это на вас на российских гражданах крови этого ребенка вот как 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 тебе не стыдно нет абсолютно не стыдно абсолютно не стыдно знаешь почему скажи мне пожалуйста сколько от линии фронта до вот этого населенного пункта где мальчик погиб петр виктор это на линии разграничения нет ты хоть смотрел на карту ты на карту посмотри сколько километров от линии фронта это случилось извини я сейчас не буду сейчас ничего нести не буду сейчас вот видишь как хорошо что ты меня встретил я же вашу ложь очень легко разоблачать это поселок александривске поселок александривске 15 километров от линии фронта а ваши сначала лгали что это окраина донецка выжиж вас же ложью кормят тему проверю проверь это знаешь что чтобы мне обратку тебе дать как твой канал называется что мне к тебе александр беспалый канал называется александр беспалый да так вот смотри ты зайди на этот ролик зайди на этот ролик и напиши в комментариях что я тот самый петр викторович я проверил и оказалось вот послушай меня что окажется значит этот населенный пункт это маленький населенный пункт это окраина маленького населенного пункта он находится в 15 километрах от ближайшей от линии фронта это вообще 65 километров от центра донецка это не окраина от линии от линии фронта 15 километров минимум нету такого беспилотника кроме того беспилотники никогда так далеко ударные беспилотники наши никогда так не залетали потому что иногда используют вроде коптер чтобы что-то кинуть но такого никогда не было на такое расстояние чтобы кто-то залетал кроме того ваши вот эти вот ваши преступники а вот эти турецкие турецкие то что байрактары я тебе все сейчас расскажу если бы это был бы байрактар то у него же очень характерный боеприпас он называется маму л и маму в ц вот эти вот бомбы с лазерным наведением так вот если бы это был бы вот этот боеприпас во первых там бы был бы гораздо более мощный взрыв это раз а во вторых ваши бы тут же показали бы ваши пропагандисты тут же показали бы обломки этой бомбы вам же не показали обломки этой бомбы этой мины этого снаряда который взорвался скажи какой населенный пункт александривске ну по-вашему александровское александровское минимум 15 километров от линии фронта и ваши когда приехали они же сначала зачистили все обломки осколки все до единого собрали чтобы нельзя было определить что взорвалось какая граната или мина взорвалась ваши все зачистили чтобы нельзя было определить кто это здесь что это получилось это скорее всего кто-то из взрослых притащил мину или гранату и ребенок с ней игрался она взорвалась этот населенный пункт александровская он прикрыт от линии фронта углегорском это город который прикрывает этот населенный пункт никто в самом углегорске никакого коптера никакого коптер туда и не мог залететь никакого беспилотника не видел и не слышал они сами писали об этом соцсетях они сами прекрасно местное население кроме вот этой бабушки и родственников которых запугали ваши же пропагандисты я тебе точно говорю почему бабушки надо было врать что это беспилотник потому что ложь я проверю эту информацию 16 километров от линии фронта я тебе говорю громкие слова я тебе факты говорю там есть александровка на линии фронта это окраина донецка а есть а ребенок погиб в александровском шестнадцать пятнадцать шестнадцать километров от линии фронта и ваши что подожди подожди ты сейчас уже путаешься показания нет есть населенный пункт александровская смотри ребенок погиб в александровском александровское населенный пункт называется александровское это там где погиб вот этот владик там даже ваши сначала из фамилии путали сами это пишешь сейчас ну конечно я это выложу и ты напишешь в комментарии что ты обязательно наковырял я закреплю твой комментарий его не буду там не блокировать в любом случае закреплю независимо от того что ты напишешь ты напишешь и я тот самый петр викторович и дальше узнал следующий смотри 15 километров от линии фронта никогда ударные беспилотники наши никогда так далеко не залетали не было ни одного удара это реально это не это реально нереально ну вот я же говорю и ваша сторона собрала все осколки и не опубликовала какой это боеприпас специально чтобы лгать о том что это якобы прилетел беспилотник с этим базаров нет беспилотников мы разобрались ну по крайней мере не разобрались но у меня просто другого сразу вопрос у них давай последний вопрос и такую политику вот это вот я слышал что ваши высушники ну да ну 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 украины отошли сейчас отошли куда ну были были места да где к сожалению отходили да и что вот а с чем это связано как думаешь зеленский хотел договориться с путиным зеленский просил путина чтобы встретиться и договориться о мире и он говорит смотри говорит мы отводим в определенных местах там где близко подходят он же ж мир объявлял он хотел понравиться путину и вот за эти два года за уже просил зеленский ты слышал не нужен россии вот этот клоун вот мы его не любим вообще я понял но он же хотел он же хотел он же хотел зеленский сначала не был клоуном ваши же сми сначала очень хорошо ним отзывались но потому что 73 процента 73 процента украины 73 процента зеленский он рассчитывал что он встретиться с путиным и договориться с ним о мире он реально по всей видимости это искренне хотел и потом когда он увидел вашу ложь вашу подлость вашу гадость и что путин не заинтересован в мире на донбассе мир с украиной путину не нужен смотри я не не фанат зеленского я считаю это неправильно он глупо поступал но он же искренне хотел мира с путиным и он его не нашел рассудим давай еще давай минуту или две что-то еще хотел смотрим если бы россия хотела бы оккупировать украину нам хватает этого танки шлете гуманитарные грады ракеты это не нормально это отврате у нас хватает этого я сейчас не об этом говорю еще за гражданский говорю в крыму когда крым присоединился к россии ну не крым присоединился а когда россия своими вооруженными силами смотри сюда но и течение об этом говорю умер у нас каждого свое мнение в каждое свое мнение такая же ложь как и про мальчика распятого смотри когда донбасс присоединился к нам или мы присоединили его как хочешь как хочешь называй ну оккупировали до донбасса не донбасс а часть донбасса но оккупированная территория до крым сейчас да посмотри у нас был сначала 18 процентов ндс а сейчас 20 и прям сразу же а курс доллара как бахнулся такой злеба кухон вне везде ну курс доллара как это везде упроем у нас бахнулся потому что вы на нас напали а у вас бахнулся потому что вы на нас напали. А ты Польшу посмотри. Польшу посмотри. По отношению доллар к евро тоже посмотри. Во сколько раз курс доллара? Какой был до 2014 года и после? В два раза, что ли? Как минимум в два с половиной раза курс пахнулся. Смотри, я три года назад был в Швейцарии. Три года назад был в Швейцарии. Я франки покупал швейцарские. Они были на уровне евро. Ну, где-то рублей 70. Подожди. Это самое. Что ты мне хочешь этим сказать? Что в два с половиной раза курс швейцарского франка упал по сравнению с долларом? Да. Ладно, я оставляю это на твоей совести. Ну, смотри. Давай возьмем, смотри. Подожди. Мы сейчас еще будем два дня про курсы говорить. Смотри. В 2014 году в Швейцарии швейцарский франк как и английский фунт. Они были на одном уровне. Шагали где-то плюс-минус. Ну и что? Английский фунт остался на своем месте. А швейцарский франк шаганул так же, как и евро. Ну, ты хочешь сказать, что в два с половиной раза евро упал по сравнению с долларом? Ну, зачем ты зачем ты этот бред несешь? Ну, ты проверь, если я тебе вру. Ты проверь. Посмотри. Ты хочешь сказать, что евро по сравнению с долларом бахнулся в два два с половиной раза? Я тебе не говорю, что два-два с половиной раза. Я просто тебе говорю, на уровне всех других стран, от которых зависит Европа, она что, думаешь, такая консолидированная, одна сама в себе живешь, что ли? Я тебе говорю, что причиной того, что опустился, что курс гривны упал, это то, что ваша страна начала против вас войну. Смотри. Европа стала углеводородом получать в два раза дороже, чем нужно. Европа получает углеводороды, в том числе из России. И что? В два раза дороже. Да дешевле, потому что цены на газ, на нефть опустились. Дешевле. Ну, ладно. Ну, тебе говорю. Послушай, мы это сейчас будем два дня тут жевать. Ну, да. Ну, нужно, знаешь, что-то приводить. Все, 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 все. Нахаще стыть, потом напишешь... Слушай, мы с тобой договорились? Ты меня, пожалуйста, выложи, и я потом в комментариях... Если ты не сотрешь, конечно... Я с вами ничего, ни о чем не договариваюсь, но я тебя выложу, и ты напишешь коммент. Все, все, Петр. Давай. Ты и и Продолжение следует...